С 1 января 2014 года изменились правила получения имущественного вычета, то есть возврата 13% от стоимости купленного жилья. Если раньше человек, покупая квартиру более чем за миллион, мог вернуть в свой карман только 130 тысяч, то теперь вычет возвращается уже с 2 миллионов. Правда, есть нюансы. И вот эти нюансы и объясняли налоговики на встрече. В частности, новый закон касается только тех, кто купил жилье в 2014 году и до этого момента ни разу в жизни этим самым вычетом не пользовался. Максимальная сумма возврата от 2 миллионов рублей. То есть, если мы покупаем квартиру за 3 миллиона рублей, вам возвращают 13% не более, чем от 2 миллионов рублей. Это установлено налогом. Ну, это ни много ни мало 260 тысяч рублей. И это хорошая новость. Другая новость звучит так. Если раньше имущественным вычетом можно было пользоваться только раз в жизни, независимо от стоимости покупки, то теперь, если одну квартиру вы купили за 1,5 миллиона, то есть 500 тысяч имущественный вычет не получили, то эта сумма переходит на следующую вашу покупку, независимо от срока давности. К примеру, купите через 10 лет еще одно жилье и сможете получить вычет с этого полумиллиона. Закон ограничивает в получении средств тех, кто купил квартиру, используя банковский заим. Предположим, вы купили квартиру в ипотеку за миллион. Допустим, процентная ставка такая, что я буду выворачивать проценты 5 миллионов. Ну, условно говоря. В итоге я должен вернуть 6 миллионов. Правильно? Долгий плюс мои проценты. Получается, до 2013 года я мог вернуть 13% от этого миллиона, который я затратил на покупку, и 13% от суммы вот этих процентов, которые я отдам банку. В этом случае вычет на выплаченные вами проценты ограничивается тремя миллионами. Да, и повторное использование этой льготы не предусмотрено, то есть ограничивается одной квартирой, независимо от ее стоимости. И последнее. С этого года право получать имущественный вычет имеют и работающие пенсионеры. Даже по квартирам, приобретенным до 2014 года, имущественный вычет могут заявлять и работающие пенсионеры. Ну, например, в 2013 году пенсионер приобрел квартиру и вышел на пенсию. Значит, в 2014 году он приходит к нам заполнять декларацию, заявляет имущественный вычет по доходам 2013 года и имеет право перенести остатки имущественного вычета на три предыдущих периода, то есть на доходы 2012, 2011 и 2010 годов. Если же получить весь вычет за эти годы не удастся, но человек продолжает работать, перенести вычет можно и на 2015, и на 2016 годы до срока выплаты всей суммы.